Привет всем! С вами Зооком Клуб. Нет, видите рогаточку? С вами Амфибийная лаборатория. И я хотела с вами поговорить сегодня о рогатках. Наконец-то! Многие пишут, что они уже очень соскучились по рогаткам, что мы их давно не показывали. И самое главное, особенно после рум-тура и обзора гриволазов, нас просили снять отдельный обзор по рогаточкам. Рассказать, какие виды у нас живут, какие у них, наверное, отличия, еще что-то. Мы наконец-то созрели до обзора наших рогаточек. К счастью, я была к этому готова. Итак, начнем мы наш обзор с рогаткой, которая считается наиболее классической, хотя на самом деле, на самом деле, чаще всего содержит в культуре не ее. Но это, чтобы вы понимали, настоящая украшенная рогатка или Цертофрис Орнато. У нас, девочки, чуть больше года. В этом году размножить ее не получилось. И, к сожалению, к сожалению, многие, наверное, помнят, как мы выращивали очень красивого ярко-красного самца, полностью красного. И это был наш единственный самец украшенной рогатки. Так вот, он, к сожалению, погиб. Причем это было очень странно. На вскрытии оказалось, что у него сердце в три раза меньше, чем надо. То есть, он оказался сердечником, умер от разрыва сердца. Это печально, но от этого ни один живой организм не застрахован. Поэтому размножения Цертофрис Орнато или украшенной рогатки у нас не будет, пока у нас не будет самцов. Но саму девочку я вам покажу. И самое главное покажу рядом с ней, других рогаток, чтобы вы четко смогли увидеть, в чем же разница. Потому что, например, самая популярная рогатка в культуре на самом деле не украшенная, а чакская. Посмотрите, насколько они различаются. Конечно, они еще немножко разного возраста, поэтому у них есть некоторая разница в размере. Тем не менее, это две самки. Это украшенная, а это чакская рогатка. Обе вот такого зеленоватого оттенка. Видите, у меня есть целая статья в группе и она не похожа на пихунов. Так это их содержание. Содержатся они абсолютно идентично, хотя нрав у орнаты даже более приятный. Она суперактивный гидок. Среди них не встречается пихунов. Зато среди них не встречаются и морф. Все морфы, которые у нас есть, это чакские рогатки. Естественно, у нас есть чакские рогатки не только зеленые и коричневые, то есть не только природные, но и самые популярные морфы амелонист. Их часто называют альбиносами, но на самом деле это не альбиносы. Альбиносы были бы белого окраса. Амелонисты, у них окраска от желтого до оранжевого. Весь спектр оттенков. У них не хватает только синего пигмента получается. Поэтому они вот такие. У них красноватые глаза. И самое интересное, что амелонисты чакских рогаток под ультрафиолетом не обжигаются. У меня сейчас покажу вам террариум, где сидят самцы. У меня самцы эти сидели прямо по 10 сантиметрах от лампы для варанок и не обжигались. Я говорю, что ребята, вы все желтые, уходите, обожуйтесь. Они говорили мне, нет, и не обжигались. Так, девочки, не выпрыгиваем. Я хотела вас продемонстрировать, так что сидим. Это очень тяжело, ладно, возьму их с собой. Итак, что у нас есть еще интересненького из чакских рогаток? Так это оксантики. Следующая крутая морфа. Это морфов, в которой не хватает, наоборот, желтого пигмента. Видите, они голубые. Голубые, бирюзовые. Очень крутые. Но, к сожалению, у нас только самцы. И самцы эти были выращены не у нас и выращены не очень правильно, поэтому нам пока что не удается их завести и, соответственно, развести тоже. Девочки, сидим. Мужики чакских рогаток не очень активные едоки. Поэтому у меня нет опасений, что они друг друга покусают. Я содержу их прямо в десятером в общем объеме. В принципе, полет у них нормальный. Более того, я вам скажу, что очень хорошо влияет на них ультрафиолет. Они становятся более активны, тонус лучше. Мне очень нравится такой тип содержания. На самом деле, я хотела снять ролик, обещала вам ролик про содержание рогаток, обновленный. Потому что прошло уже несколько лет, как я держу рогаток. И очень много рогаток я теперь держу. Больше опыта стало. И разведения были, и малыши выращивались, и так далее. Хотела снять, но решила это отложить, потому что мы пролонируем всех наших рогаток переместить. Сделать им новые жилища. Мне очень не нравится садковая система для их содержания. Это, ну в принципе, это возможно, да, но слишком трудоемко и не идеально для самих животных. Поэтому мы хотим содержать их в пиралях в итоге. И когда мы это сделаем, я все про это расскажу и все-таки выпущу новый ролик. Но не раньше этого времени. Какие виды у нас еще есть рогаток? А, погодите. Про морфы не сказала. У нас есть еще одна вариация расцветок чакской рогатки. Это фантом. Не очень понятна степень ее фантомности. На самом деле, когда мы ее купили, у нее здесь было маленькое зеленое пятно. А все остальное, это полностью отсутствие цвета. Она такая вот серовато-коричневая сейчас, потому что сидит на мху. На поролоне она становится бледно-серой, а ночью такая черно-белая. То есть у нее нет пигмента. Второй у нас фантом, к сожалению, не выжил. А эта самка размножалась в этом году. Мы как раз говорили, что те, кто купил в этом году от нас малышей рогаток, имеют шанс вырастить фантомов, потому что они от фантомной самки. Пожалуй, на чакских рогатках это все. Поэтому перейдем к следующим видам. Что же у нас еще есть? А есть у нас, например, офигенная рогаточка. Самая красивая из рогаток. И я честно скажу, мы изначально хотели завести ее. Именно ее. И разводить хотели именно ее. Это амазонская рогатка. Рогатка с самыми красивыми, на мой взгляд, рогами. С самой красивой мордой. Но не самая крупная. Зато очень яркая. Просто шикарная. У меня уже есть биокарта по ее содержанию в группе Амфибии. А отдельного ролика пока не было. Но будет, я думаю, в будущем. Потому что у нее есть некоторые отличия в содержании от чакских украшенных рогаток. Она более нежная. И ей, например, при выращивании ультрафиолет нужен. Но в отличие от других рогаток, она уже может об него обжечься. Наверное, единственная из всех рогаток, которые вообще когда-либо у нас обжигались под ультрафиолетом, это амазонская. Она вот такая более нежная, деликатная. Чаще становится пихунком. Сейчас я покажу ее рядом с другими девочками. Вы увидите, насколько они различаются вообще просто, как небо и земля. У них и голоса различаются, и все на свете. Но, тем не менее, это тоже рогатка. И, как вы помните, она даже гибридизирует с чакской. У нас даже были такие случаи гибридизации. Эта самочка, в принципе, они ровесники вот с этой. Видите, разница. Ну, она, в принципе, не дорастет до украшения. Совершенно другой вид. Ну, кроме зеленых, у нас вот есть, например, оранжевые амазонские рогатки. Это тоже самка. Очень красивая, хорошая. Тьфу-тьфу-тьфу. Наверное, единственная самка амазонская, которая в этом году не отнерестилась. Но толку, собственно, не было. От первых кладок. Надеюсь, что будут в следующем году. Вот такой вид рогаток у нас есть. Милейший. Очень надеюсь, что разведем. Как я уже говорила, мы их зимовали трижды. Мы их уже поняли, как это надо делать. Они у нас заводились совершенно естественным образом. Первые рожи гибридизировались. А в этом году у меня получилось развести их в чистом виде. Но самка молодая, поэтому краб была слабая. Там было несколько личинок. И они не выжили, к сожалению. Но, тем не менее, сама методика нами уже вроде как обкатана. Поэтому тьфу-тьфу-тьфу. Я очень надеюсь, что в будущем году мы их наконец-то разведем. Какой-либо информации в интернете, даже на английском, о том, как их разводить, нет вообще. Поэтому следите за нашим каналом. Информация будет. И так. Очень хочется их, в частности, развести и рассказать всем, как это делать. Потому что заводчиков можно по пальцам пересчитать по всему миру. По миру. Поэтому не самый часто разводимый вид рогатки. Очень хочется их развести. А что касается еще менее часто разводимых видов рогаток и редко содержившихся, у нас есть еще шикарная циротофрис аурита. Это бразильская рогатка. Она просто офигенная. Конечно, она может быть не такая яркая, хотя самец, например, у нас есть ярко-зеленый, почти как корнута. Но у нее тоже шикарные рога. И при этом, в отличие от амазонской рогатки, у них еще шикарный аппетит. У них все хорошо с пищевым рефлексом. Они, я бы не сказала, что очень, как это, прихотливые. Шикарная лягушка. Одна из моих самых любимых рогаток. И более того, это молодая самочка. И она еще вырастет. Мы читали, что бразильские рогатки могут вырастать до 23 сантиметров в длину. Это, конечно, не водонос еще, но почти. Я таких больших особей никогда не видела. Но мы недавно были в зооинституте, в зоомузее в Петербургском. И обнаружили на экспозиции циротофрис ауриту. Просто космических размеров. Ну, она была заспиртованная. Она выглядела так, как будто бы при жизни весила грамм 900, наверное. Ну, больше, чем полкило явно. Таких больших рогаток среди чакских и украшенных не вырастает. Так что мы кормим своих девочек. Очень надеемся, что они вырастут большими. И очень надеемся, что нам удастся их развести в этом году. У нас заводились самцы аурит. Поэтому я очень надеюсь, что на будущий год мы сможем все сделаем для того, чтобы они размножились. Потому что их тоже разводит буквально два заводчика по всему миру. Итак, получается, у нас, мы уже видели, живут четыре вида рогаток. И чакские представлены в нескольких морфах. Это морфы не природные, как у древолазов пятнистых. Это искусственно выведенные морфы. А то, что естественно окрашенные там амазонские рогатки или чакские, или украшенные бывают то оранжевыми, то там пожелтее, то позолотее, то покоричневее, то позеленее. Это все просто разнообразие природных окрасок. Они не зависят ни от локалитета, ни от чего. Это просто такая природная вариативность нормальная. А вот всякие желтенькие и прочие, они бывают только у... Желтенькие, я имею в виду ярко-желто-лимонные. Они бывают только у чакских рогаток. Итак, что же у нас есть, кроме четырех видов? А есть у нас, например, гибриды. Если вы помните, мы выводили гибриды украшенной рогатки и амазонской. Фантазийные рогатки, называемых циротов Рисфэнтези. Они у нас живут. Есть и самец, и самочки. В этом году самцы заводились, самочки и нереститься отказались. Но они тоже молодые, поэтому посмотрим. Может быть, на будущий год будем экспериментировать. Как мы уже говорили, этот гибрид считается стерильным, но ничто нам не мешает пробовать. Кроме того, они просто симпатичные, нам нравится их содержать. Если вы помните, у нас был малыш, малышка вернее, фантазийной рогатки, которая была фантомной в детстве. То есть у нее начинали обесцвечиваться бока, у нее был шикарный просто окрас. И многие спрашивают, куда же она подевалась, так вот она никуда не подевалась. Она осталась жить в нас, просто она перестала быть фантомной. В какой-то момент она взяла и окрасилась обратно в оранжевый цвет. Вот и все. К сожалению, фантомной она не осталась. Очень красивая лягушка. Очень необычная. И в принципе, по рогаткам у нас все. Мы содержим 4 чистых вида, как я уже сказала, 1 гибрид и морфу. Много это или мало? Ну, на самом деле, в культуре содержится 6 видов рогаток. А вообще их известно 8. Поэтому, когда у тебя в коллекции 4 чистых вида, много это или мало, судить вам. Но на самом деле, я считаю, что это довольно много. Нам остается завести только Цератофрис Стольцмани и Цератофрис Жазеленензис. Только они есть в культуре. Но встречаются, конечно, очень редко. Очень сложно их купить. Только один человек разводит Жазеленензис и буквально парочка разводит Цератофрис Стольцмани. Если они у нас появятся, вы узнаете об этом первыми. Даже не сомневайтесь. Но пока что остается только мечтать. Есть еще один вид рогаток. Цератофрис Калькара. Это венесуэльская рогатка. Но мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-то ее совершал в террариуме. Она довольно часто встречается. Обычная совершенно лягушка в Венесуэле и вообще в Южной Америке. Но, к сожалению, в культуре ее нет. Я видела только скелетики в Рижском зоопарке. Поэтому остается только вздыхать. Восьмой вид рогаток вообще видели один раз за всю историю. И, в общем, есть сомнения о том, что он действительно существует. Что еще могу показать в этом обзоре? Ну, например, то, что у нас еще живут водоносы. Люди любят их ставить в один ряд с рогатками. Хотя, конечно, никакого отношения к рогаткам они не имеют. Водоносики у нас арониды. То есть, ближе к нашим травяным лягушкам, чем к рогаткам. Но они тоже хороши, как лягушка для новичков. И они такие же смешные толстяки. Поэтому, да, их обычно относят в ту же братью. Водоносиков нам так и не удавалось еще развести. Хотя самец, когда отказался заводиться после теплицы, я решила, что он будет продолжать зимовать дальше. Потому что в природе самцы могут зимовать до 9 месяцев. Поэтому я решила, что, может быть, нужно сделать ему зимовку длиннее и жестче. И, может быть, тогда он у нас... Вот, водонос оправдывает свое название. Простите, пожалуйста. Поэтому он у нас еще зимует. И мы еще будем пробовать. Что у нас есть еще? Пожалуй, это я покажу именно в ролике с рогатками. У нас есть такая лягушка, как Баджета. Она относится к цирротокуреидам. И я не смогу достать самку. Хотя мы самку вырастили уже практически размером с рогатку. Я ее, пожалуй, покажу, когда мы будем на зимовку ее отправлять. А сейчас покажу парнишку. Смотрите, он сердится. Ой, пожалуйста, не трогай меня. Не трогай. Это классная, но чисто водная лягушка. Но она про рогаткам ближе, чем водоносик. Вы тоже зачастую просите рассказать про то, как ее содержать. Но я думаю, что у нас это будет впереди. Рассказы про то, как содержать баджеты. О многих других лягушек, которые у нас есть. И о которых мы иногда лишь упоминаем. Все это требует времени, сил. Но оставайтесь с нами, и вы все обязательно увидите. С вами была Амфибийная лаборатория Закон-Клуба. Теперь вы знаете все про наших рогаток. Любите рогаток, любите лягушек. Оставайтесь с нами. И до встречи на Амфибийной лаборатории. Вау, какой у меня урожай. Котлетки. Картошки. Моркошки. 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 Моркошки.